Даже если у вас сносный английский, но вы никогда раньше не встречались с его австралийским вариантом, то ваш первый коммуникативный опыт будет «что?». Именно это почувствовала я, преподаватель английского со стажем, когда в Сиднейском супермаркете ко мне обратился с вопросом один Ози-Ози. Поэтому советую перед поездкой в страну кенгуру немного подготовиться. Здравствуйте, меня зовут Юлия Хукаленко, я кандидат филологических наук и автор нескольких онлайн-курсов. Одно время я жила в Австралии, и сейчас хотела бы рассказать вам о некоторых особенностях этого варианта английского языка. Итак, произношение. Сочетание IR, ER и UR ближе к британскому, а не американскому, варианту, как прочитала я. То есть произносится без звука R. Ну, послушайте. Door or purple. Сочетание A звучит как I. Вот он, наш знаменитый good I. И, конечно, коронный австралийский mate. Mate, кстати, привечателен не только в плане произношения, но и в плане значения. Это очень распространенное обращение не только к парням, но и к девушкам. Не только к друзьям, но и к совершенно незнакомым людям. Got it, mate? Еще одно лингвистическое знание, без которого вам в Австралии не выжить, это значение известного вам слова thongs. Если вам скажут, you shouldn't wear thongs at university, это не повод выпасть в осадок, ибо thongs на австралийском – это всего лишь шлепанцы. Еще одно австралийское словечко о них самих, которое я использовала в самом начале – это ozzy. Australian, то есть австралиец. Причем можно встретить и такое написание. Кстати, свою страну Австралию они называют stria. Чисто австралийских фразочек достаточно много, но подавляющее большинство из них – сленговые. Я приведу лишь две мои любимые и нейтральные. Это no worries и никаких тебе no problem или you're welcome. No worries, mate. Напоследок веселая фразочка bring a plate, которая означает на барбекю приходить со своей едой. А вообще, самый главный элемент австралийского варианта английского языка – это улыбка, позитив и всегда отличное настроение. See you, mate! Субтитры сделал DimaTorzok